В 2013 году в театральном сквере появился музыкальный памятник Владимиру Семеновичу Высоцкому. Именно с того времени во Владивостоке стал проводиться День памяти, посвященный известному музыканту и поэту всех поколений. Вот и 25 января 2016 года, в 78-й день рождения Владимира Семеновича, жители и гости Владивостока пришли почтить память и вспомнить любимые песни. Для зрителей был организован концерт творческих коллективов. Театрализованную постановку представили выпускницы Владивостокской академии искусств. На глазах зрителей ожила жизнь 20 века, когда Высоцкий был на пике своей славы. Я Владимира Семеновича полюбила, когда я училась в 9 классе, и для меня это просто память детства. У меня дедушка всегда слушал, мы с ним вместе пели. Поэтому я когда сейчас слушаю, как бы это странно ни казалось, несмотря на то, что я еще молодая, я когда сейчас слушаю песни, мне кажется, что я возвращаюсь куда-то в прошлое. Для меня Высоцкий, наверное, это прежде всего какое-то откровение в жизни, то есть какой-то символ движения, а также прежде всего правда жизни. Как вы считаете, а его песни всегда будут живы? Да, однозначно. Самые известные песни прозвучали в исполнении объединения авторской песни «Приморские струны». На холоде, признаются музыканты, играть музыку Владимира Семеновича стало еще сложнее. Хотя, по их словам, его песни никогда не были для них легкими в исполнении. Эти песни очень богатые, разносторонние. Они затрагивают вечные темы. И эти песни, они неисчерпаемые. Вот можно их петь и все время находить новый и новый смысл. И эти песни связаны с нашей жизнью, с нашим реальностью. Ты сейчас не расскажешь, да и мне ни к чему, из пробитого неба, видел я, что к чему. А ты вернешь от начала, а сейчас тишина. Вот лично для меня непросто. Очень непросто. И я, конечно, выбираю песни, ну, песни я выбираю те, которые мне понравились. И независимо, могу я их играть или не могу. Вот она мне понравилась чем-то, текстом или какой-то чем-то. И вот я буду ее учить, ну, может быть, там, буду искать этот бой, буду свой, может быть, подбирать. Ну, мне очень интересно с его песнями работать, именно находить что-то свое, ну, как бы пропускать через себя его песню. Стихи Высоцкого прочли почетные жители города Владивосток, журналисты и театралы. Почтил память музыканта и мэр города Владивостока, возложив цветы к памятнику и рассказав о том, что внес Высоцкий в его жизнь. Что для вас творчество Высоцкого? Ну, это жизнь, это я практически каждый день либо слушаю, либо вспоминаю его стихотворения, либо фразы его использую. То есть это часть жизни, это, я считаю, что, ну, там, дает понимание многих сложностей, ситуаций. Или даже когда очень тяжело, вспоминаешь какую-то песню, и она помогает тебе, там, находятся силы. В общем, это жизнь Высоцкий для меня, это часть моей жизни. Завершился концерт памяти воспоминаниями владивостокцев, которые когда-то имели удачу общаться с Владимиром Семеновичем Высоцким и бывать у него на концертах. Скорело погасло вино в бокале, ненужные порывы... Продолжение следует...